уникальная свадьба в китае я уверен что все живы останутся все так наскоряк по-китайски недорого совковой лопатой мешают рис лобстеров готовят круто с мухами оператор приехала желаю деньги все больше денег больше монет она уже плачет держись не плачь ты мужик 6 утра друзья и наш жених забирает невесту в общем почему я друзья снимаю с телефона сейчас горизонтально потому что у меня оператор 97 года девочка ей нельзя видеть невесту сказали и заходить к ней в номер гостиницу именно год рождения не подходит я снимаю на телефон но потом я надеюсь она подключится только в тот момент когда мы приедем к жениху домой друзья жениха раздают красные конверты я так понимаю выкупать будут не сессия это я так понимаю свидетель все с красными конвертами вооружены там внутри деньги потому что у китайцев только так красавчик наш идем невеста прическа блестит спешит я говорю да не спешит и господи куда она не денется я спешу я спешу на быстрее молодежь а заходим ли вот свидетель друзья пипец не только не затопчите меня здесь третий этаж местная мафия и я тут притусовался вот это ее номер вниз здесь по традиции я говорю а чего не из дома говорят нет у нас из гостиницы сейчас красные конверты приготовили спрашивает выкупать невесту как можно зайти говорит в дверь спрашивает у нас столько много этих красных конвертов они не помещаются под дверь в общем торгуются говорит что вы сделали для того чтобы открыть эту дверь давайте дверь открывайте пытаются сунуть сунуть конверты это все все пытаются купить именно конвертами уговаривают там подруг невесты похожая традиция и в россии уже наши девчонки не пускают ну что пропустили у меня еще и кому-то я тоже должен дать этот конверт понимаю до кому вам или красавица как ее нарядили о нашу туфельки надо надеть надеваем туфельки это главный по фаншую да понял вот это вот в маске только по инструкции забирать невесту целоваться давайте горько горько ничего я буду кричать 6 утра свадьбы такие извините еще и видеографа не пустили ну все парни все готовы завтракать и отмечать смотрят все лиме у нас принцесса они говорят на своем диалекте местности и на потухла стараются говорить на своем диалекте все взяли все взяли так вот все тут это брат выходим из номера а нам опьяли а я наверное они вообще сегодня не спали потому что мы вчера расстались что в 11 и и начали готовить с двух часов ночи мы с таким платьем зайдем в лифт за и денти гол буговый джо может и меня запустить уяк 7 смотрите брат с приданым помогают выносить платье это что у нас фей фей свидетельница нифига себе как серьезно все смотрите тут парни приготовили снаряды приготовили а а а и 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 Это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу в дар не слили, и широко этой свадьбе было, места мало, и небо было мало, и земли, широко этой свадьбе было, места мало, и небо было мало, и земли. наконец-то мы поворачиваем уже в деревню и весь петарды петарды вокруг одни петарды это уже деревня поселок ахуна уже конечно картинка не очень красивая куча мусора здесь но это вот такие вот поселки мы приехали в деревню да я решил пройти туда вперед и посмотреть что там происходит друзья все стоят живут минут 30 ничего не происходит никто никому ничего не говорит что делать едем то едем значит что происходило здесь собственно мы приехали куда-то к дому жениха а вон на невеста идет по красной дорожке сейчас пойдут фу наконец наш оператор подключился быть оператором приветики а мы реально у лиме дома сейчас по фэн-шую уже ей можно снимать потому что невеста зашла в дом жениха мы здесь все запарковались машины все украшены пойдем смотреть здесь красная дорожка все так наскоряк по китайски недорого сделали пойдем они оба из одной деревни буквально 10 минут друг от друга проживают тут по ходу и соседи познакомили вот сватовство это все вот так выглядит в китае в общем ехали очень долго здесь полтора часа они кидали в разные стороны петарды все это для того чтобы отогнать злых духов только что сейчас взорвали целую огромную ленту вот здесь заходим это дома хуна здесь родители я так понимаю пожалуйста очень красивая фотография молодоженых и здесь соответственно друзья в общем родители родственники вот свидетель стоит помятом пиджаке и костюме обратите внимание гладить нет такой привычки нас жениха хун вот все ответ смотрите красавчик такое все мы его поздравляем друзья пишите в комментариях ставьте лайки поздравления жениху и невесте невеста сейчас меняет платье и так понимаю она белом платье сюда приехала сейчас она меняет платье на красное это подруги невесты сидят брат невесты я его знаю точно вообще у лиме семья семь детей а у жениха четверо то есть большие семьи такие здесь вот на области многие могут спрашивать а что же у китайцев вообще один ребенок в семье был разрешен очень долгое время 2 нельзя было заводить но в деревнях это практикуется и практиковалось много много лет потому что в то время могли только одному ребенку сделать паспорт а остальным нет сейчас уже неограниченное количество детей только поддерживается государством здесь хоть есть кондиционер могу немного единственный кондиционер который здесь есть ну вот да 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 ну вот все вот так вот на ходу снимаем потому что не так просто организация отсутствует на этих слазе вообще вот то бы как складывается нам сказали одно оператор приехала за час до съемки говорят она 97 года по фэн-шую нельзя не пускаем ни в коем случае надарили каких-то красных конвертов я уже открыл в одном 20 и они во втором 120 и они пачку сигарет конфеты положили мне прямо на панель в автомобиле в общем все по традиции ну и посмотрите тут вся свадьба нас снимает себе на тик ток давайте за домом походим немножко окрестности посмотрим пока она меняет платье организация не в ресторане а прямо в деревне накрываются столы 300 человек которых 280 они вообще не знают придут на эту свадьбу так очень громко играет музыка вот посмотрите приглашенные будут перри сценой сидеть давно сфотографировали сделали фотосессию уже ребенку 11 месяцев три года назад уже свидетельство о браке получили и только сегодня по фэн-шую в праздник середины осени когда лунные пироги изя полнолуние можно уже праздновать свадьбу это в китае повсеместно в определенные только дни по фэн-шую по лунному календарю эти дни вот для свадьбу не приехали повара тут человек десять я смотрю работает можем подойти посмотреть там совковой лопатой мешают рис я шучу по-доброму друзья не думайте что это какая-то степ мой личный это варится какой-то суп сразу вот на 300 человек нормально кальмаров набрали здесь вот куча соусов орехи брокколи грибы какие-то все очень круто с мухами все в стиле деревне и самое главное не попачкать обувь потому что сожалению глинистая земля вот она везде вот это вот оболонь очень дорогая моллюс он как бы дешевле понятно чем во всем китае здесь именно около моря рыба много лобстеров рис там я говорю совковой лопатой смотри мешает лапша это ребрышки свинные промывают они так на самом деле я уверен что все живы останутся китайских вот деревнях очень качественно готовит несмотря на такой фэн-шуй свой все готовится большим толком и расстановкой это на пару вот такие пароварки огромные там уже смотрю этих лобстеров готовят здесь час езды до острова хайнань до порта это город джан джан рядом здесь джан джан город семь миллионов населения а здесь деревушка но не знаю пару сотен тысяч наверно но это прям село здесь несколько сотен всего людей живет обычно один стол 10 человек ну такой стандартно накрывается 30 столов по 10 человек будет приглашенный 300 человек вот такие наборы посуды они уже стерильно упакованы такие вам столы ними нотти и стулья соответственно на которых долго не посидишь но быстро поешь поздравишь самое главное все должны скинуться и подарить красные конверты с деньгами вообще на многих крутых свадьбах китая записывают подарки ну то есть я подарил там условно 5000 юаней записывает там мистер кирилл подарил 5000 юаней мистер ванг 10 тысяч и таким образом они по деньгам по рангу выстраивают кто ближе к семье но это я скорее всего могу сказать что это для богатых семей у нас среднестатистическая обычная семья вот в китае обычное село ничего особенного поэтому я не знаю как здесь будет соблюдаться традиция или нет но мы все с конвертами приехали конечно сейчас мы будем ждать невесту уже в красном платье и конечно об этом обо всем поговорим дальше в ролике а вы ставьте лайки поддерживайте не просто снимать такой контент правда друзья для випов я надеюсь это для меня столы накрывают чисто один сяду здесь лобстеры поставлю креветочки поем подарю самый большой крупный конверт буду первые списке журнала рук по рукам и домой ящик пива где давай мне пиво возьмем холодное открывай все друзья взрываем первую банку как жигулевская только китайская мысли да я за кадром сейчас буду все это рассказывать ясно ясно такой свадьбе пойдет мне 20 юаней подарили нормально всем всем пока я пошел снимать дальше когда камера начнет трястись значит все я выпила 3 пойдем посмотрим невеста переоделась в конце концов или нет сейчас ей там новый прикид делают это вообще в китае там несколько платьев они меняют во время свадьбы первый стакан выпивает жених и она в белом платье второй стакан выпивает уже красном и все и финальный 3 она уже в голубом но здесь не так здесь у нас было белое платье а сейчас будет красная а в красное платье вытирать руки очень здорово не видно 5 правильно да вот точно пойдем о налог я да да женщина которая занимается этой укладкой это конкретно мастер по фэн-шую вот она здесь всем говорит вы 97 года нельзя вам заходить дом а вывод 80 года пожалуйста милости просим кровать только красная сегодня первая брачная ночь она будет здесь боюсь спрашивать все вот так мобильно видите чемоданчик стульчики раз раз разложились отпраздновали конверты собрали и и большой город уехали спросила у молодоженых я говорю когда вам подарок дарить они горят да в любой момент там есть журнал жених записывает кто сколько денег подарил вставляется действительно есть эта традиция я кое-что для них приготовил особенно не знаю конечно как они вас примут потому что я смотрю многие китайцы просто переводят деньги по вич а то вич от это мессенджер в китае там кто-то 600 юаней перевел кто-то 3 восьмерки но это к деньгам 888 и он просто пишет имя иероглифов перевел столько до 888 я не 88 мал у них так а у меня будет вот так вот такой вот подарочек а друзья будет у нас еще конкурс сегодня интересный кто отгадает какую сумму денег я подарил молодоженам или ближе к этой сумме напишет свою версию в комментариях тому я вышлю в любую точку планеты чайный набор от нашей компании мбл комментариях обязательно пишите сумма например там тысячи юаней и оставляйте аккаунт вашего instagram чтобы вас легко было найти написать вам лично что вы выиграли этот приз после опубликации там в течение месяца-двух мы посмотрим вашу активность и конечно подарим набор как ты вот ты-то уже практически в курсе видите китайцы любят все красное красные дорожки красные петарды и вот красные коробки такие на самом деле это коробка кортье но я думаю молодожены особо не в курсе и не будут даже понимать возможно что это такое мы не знаем что это такое потому что мы не знаем что это такое где ахун и а это мама кстати лиме было вот это вот мама лиме давай покажем это невесты мама 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 моя любимая подружка молодец зави говорю жениха есть конфеты то есть ты можешь подарить миллион долларов вам все равно дадут одну и ту же конфету поэтому можно дарить меньше друзья или вот ван лауди напиток это такой типа компотика нашего открываем да тут у них шампанское лунные пироги эксклюзивная авторская работа и хумбао сунги ним а он балл и обинь шампинь и тихо оба со свадьбой поздравили давай записывай журнал видите как все в китае такая вот традиция пересчитывать деньги и обязательно записывать и в зависимости от того кто подарил сколько вы там будете занимать определенное место ближе к семье я конечно не хочу быть первым это родителям и близким друзьям мы место оставляем так конечно я мог всех перебить как кодинот знаете своей ставкой но я это не сделал надо иметь тоже зону приличия определенную ну а сколько вы напишите в комментариях мы подарили от нашей семьи вместе с катей и натаном и николь все четвером скинулись и вот подарок такой вот сделали там еще для хранения украшения чтобы место было куда развиваться хауда и сын все с нами водитель компании мбл и это вы можете заметить по футболке мистер чем сейчас будет выход жениха и невесты к гостям ко всем родственникам ведущая у нас есть она объясняет на местном диалекте на кантонском диалекте она объясняет потому что здесь многие приглашенные путунхуа традиционный китайский не знают диалек поэтому дублируется на двух диалектах рассказывает что они вместе выросли в одной деревне что их объединяют одинаковые природные мотивы все деньги деньги все желают деньги с каждым месяцем все больше больше мне надо больше денег как мультики томс да это все больше денег больше монет золото бриллианта всего больше больше чтобы посмотрели весь мир вместе посещали там все вместе делали поддерживают напутствием жизнь уникальная свадьба в китае оператор без пива здесь не может спасибо вам всем за ваши лайки друзья держись держись не плачь ты мужик держись соберись все этот день настал она уже плачет очень трогательные слова признаются друг другу в любви вспоминают первый день знакомства она ему клянется во всем а он обещает всю зарплату и отдавать всю жизнь я и я и сантацы то ли мы сэнтэй джинтонцы я и сэнтэй джинтонцы Посмотрите, уже все расселись и за столами начинают трапезу. Нас отдельно посадили прямо внутри дома. Вип-места, говорят, с кондиционером. И вот, по сути, нам блюда несут. Тут и поросята, и лобстеры, и креветки. Вот, кстати, южане носят вот такие бамбуковые шляпы, скажем так. Видите, особенность лицо не обгорает от солнца и внутри головы ничего не потеет. Это семья жениха здесь, но и компания МБЛ присела здесь уже на еду. У нас здесь рыба, говяжьи желудки, поросенок. Это, наверное, свиные, да, ребра, лобстеры, кальмар, курица, креветки. Это угорь и еще какая-то рыба, да? Непонятно, шиюма. А, совсем на дне моря. В общем, еще какие-то деликатесы. Все, садимся есть. Друзья, спасибо за просмотры. Спасибо за ваши лайки. Пишите комментарии. Ну, а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ура, товарищи! Ура! 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 Ура